Привет всем Звёздным Воинам Галактики, вы на канале Павло Ларина. Ввиду подготовки к государственным экзаменам в университете, у меня почти что не было возможности посмотреть второй сезон сериала Мандалорец, если не считать первой серией, которая вышла, на мой взгляд, невероятно крутой. Но зато я таки решил, наконец, взяться за изучение некоторых комиксов по новому канону и нашёл в одном из них, а именно в третьем издании канонического комикса под красноречивым, но очень кратким названием Дарт Вейдер, кое-что очень и очень интересное, а именно факт того, как однажды, уже через много лет после окончания Войн Клонов, после событий 4-го или лучше даже сказать после событий 5-го эпизода Звёздных Войн, Дарт Вейдер наконец смог снова лицезреть перед собой своего старого друга Джаджа Бинкса. Но вот только как это часто бывает с ордами ситов, образы из прошлого не вызвали в перешедшем на тёмную сторону Энакине Скайуокере чувство любви, ностальгии или даже желание обнять старого друга. Наоборот, его сердце и душу наполнили эмоции ярости, желание убивать и крошить всё на своём пути. И нет, дамы и господа, к счастью, ну или к несчастью для многих из нас, в этой канонической истории Дарт Вейдер не убил Джаджа Бинкса, ибо это противоречило бы тому, о чём говорилось в канонических книгах о событиях после 6-го эпизода Звёздных Войн, где Джаджа стал местным набуанским клоуном, о чём я кстати даже делал видео Но что же случилось в данном случае? Что же вызвало в Вейдере ярость при одном лишь взгляде в лицо того, кто напомнил ему о прошлом? Ну, началось всё с того, что после знаменитой дуэли на Беспине Дарт Вейдер поклялся себе отомстить всем тем, кто скрывал от него существование его собственного сына – Люка Скайуокера. Всё-таки даже будучи тёмным лордом ситов, Дарт Вейдер не был лишён чувства и эмоций Да, большую часть из этих эмоций составляли гнев и ярость, но вместе с этим его сердце терзало и желание оставить после себя и наследника, которому тот мог бы доверить управление Галактической Империей в том случае, если бы с его любимым, а точнее ненавистным учителем Дартом Сидиусом произошёл бы несчастный случай И вот, идя по повстанческому следу вместе с имперским дроидом-следователем и обладая рядом улик, Дарт Вейдер прибыл на родную планету своей любимой жены – прекрасный мир лесов, степей и роскошных замков под названием Набу. Ища следы повстанческой активности на этой планете, Дарт Вейдер взял к себе в помощники одного неожиданного союзника – ближайшую служанку своей умершей жены – набуанскую красавицу по имени Сабе, почти как две капли воды, похожую на Падме. Впрочем, он тогда ещё не знал, что Сабе намеревалась устроить для Тёмного Лорда смертельную ловушку, но об этом чуть позднее. На полях Набу каждая травинка, каждая песчинка напоминали Тёмному Лорду Ситов о его погибшей любви. Не улучшал ситуации и факт того, что Вейдеру в процессе расследования пришлось посетить полузаброшенное поместье аристократической семьи Наберри – то самое имение, в котором Энакин и Падме когда-то впервые выразили свою любовь физически. В процессе поисков записей камер видеонаблюдения Вейдер и Саби оказались под обстрелом неких спрятавшихся в имении типов, которых Вейдер с лёгкостью обезоружил и, поняв, что они могут быть ещё ему полезны, решил не убивать, а использовать в качестве эдаких ищеек, с помощью которых он сможет и дальше распутывать клубок повстанческой активности. Решение, на мой взгляд, не совсем реалистичное. Мне кажется, в реальности бы Вейдер не церемонился с теми, кто посмел поднять против него бластер. Но, видимо, в этом случае он видел в этих заговорщиках для себя какую-то пользу и потому оставил их и связанную с ними служанку Саби в живых. Всё-таки информация, которую они таили, была более полезной, чем краткое наслаждение от их убийства. Выключив световой меч, чтобы показать свои мирные намерения, Вейдер позволил одному из набуанцев открыть дверь в нижние покои аристократического поместья, где хранилась старая, но пока что ещё функционировавшая подводная лодка гунганской модели. В процессе допроса повстанцев имперским дроидам-следователям, а также просто в разговоре с ними, выяснилось, что они в прошлом были членами личной охраны Падмы. И нет, среди них не было капитана Панаки, как это могло показаться на первый взгляд. Ведь Панака был имперским моффом, лоялистом, который ни в старом, ни в новом каноне повстанцев терпеть не мог. Но всё равно те, кто атаковали Вейдера во время его посещения Набу были для Падмы далеко не чужими людьми. Даже более того, оказалось, что пока в молодости Энакин, Скайуокер и Падме, так скажем, наслаждались плодами любви, некоторые из членов Нагуанской Стражи были посланы королевой на Татуин, чтобы сделать личному джедаю-защитнику Падме подарок, освободив, ну или в крайнем случае выкупив его маму из рабства. Но у них ничего не вышло. На тот момент Шми Скайуокер, мама Энакина уже пропала без вести, похищенная таскинскими рейдерами и ни стражники Падме, ни сам Энакин после прибытия на Татуин не смогли спасти ей жизнь. Но все эти ностальгические разговоры были прерваны атакой огромной и ужасающей рыбы Кода, буквально разорвавшей подводную лодку на куски. Используя способности силы, Вейдер смог натравить рыбу Кода на одну из других представителей её вида и оставшиеся под водой без транспортного средства и без кислорода герои еле-еле успели доплыть до находящегося неподалёку подводного гунганского убежища. Но на этом их перипетии естественно не закончились. Я, если честно, не совсем понял, что это была за подводная база, на которую прибыли Вейдер и его попутчики, но, по всей видимости, она как-то была связана с активностью заговорщиков и причём она была не каким-то древним гунганским зданием, а плодом творения совместного гения гунганских и человеческих инженеров. Вполне может быть, что это была собственность семьи ныне покойной его жены Падме Набери. И вот на одной из стен этой подводной конструкции Дарт Вейдер увидел кое-что, чего он не мог ожидать увидеть даже в своих снах или, лучше сказать, даже в своих кошмарах. То, что предстало перед ним, нам, обычным людям, на первый взгляд могло бы показаться прекрасным. Величественная картина, нечто вроде роскошной древнеримской мозаики, увековечивающей память о древних героях, и одним из этих героев был он сам, Энакин Скайуокер, маленький мальчик, у которого, тем не менее, должно было быть большое будущее, излитый из бронзы, а может быть даже золото исторический настенный барельеф, изображающий момент заключения между народами гунганов и людей с планеты Набу долгожданного мира. И на этом барельефе стоял маленький Энакин Скайуокер вместе со своими старыми друзьями Оби-Ваном, Падме, Капитаном Панакой и даже Палпатином и Джаджа Бингсом. И они, несмотря на все свои различия, стояли вместе. На барельефе они действительно выглядели почти как боги, сошедшие с Олимпа. Даже Джаджа, который, как мы знаем в жизни, вёл себя зачастую очень по-глупому, на этом мемориале ушедшей эпохи выглядел величественно, как генерал армии, титулом которого он, кстати, и был наречён в первом эпизоде Звёздных войн. Но, как я и сказал выше, никакого чувства ностальгии и гордости в Дарте Вейдер это не вызвало. Он уже не ощущал себя мальчиком полным надежд и уж тем более не считал он героями остальных изображённых на картине персонажей. Некогда великий наставник Палпатин стал для Энакина учителем, мучителем, поработившим и тело, и душу своего ученика. Некогда любимый учитель джедай Оби-Ван Кеноби стал для Энакина символом джедайской глупости, символом предательства, символом унижения. Некогда в детстве скрашивающий его досуг и даже пару раз спасавший жизнь героям Войн Клонов друг по имени Джаджа Бинкс, тот самый обычный гунганский бродяга, которого сперва не уважали даже его собственные сородичи, и над которым порой подшучивал даже мудрый и вроде бы серьёзный мастер джедай Квайгон Джин, но который всё-таки смог дослужиться до звания генерала и представителя Набу в Галактическом Сенате, вероятнее всего, в голове, перешедшем на тёмную сторону Энакина, стал символом наивности, глупости и ничтожества, и даже некогда любимая жена, королева Падме Амидала Наберри, стала для него символом страха и безысходности. Позолоченный памятник историческим героям стал для Вейдера настоящим мемориалом его почти что беззаботного прошлого, но в том-то и дело, что почти что беззаботного. Своё прошлое Вейдер ненавидел всем сердцем и поэтому, взглянув на своих старых друзей, стоящих перед ним как герои из мифов и легенд и увидев себя из ушедшей эпохи Энакина Скайуокера, которого он, можно сказать, сам и убил. Дарт Вейдер не смог сдержаться, его рука дрогнула, но он не уронил световой меч, он зажёг его и нанёс символу своего прошлого удара, разнося настенный памятник на глыбы. Его прошлое, лица некогда любимых людей, всё это теперь стало не более чем кучей строительного мусора. И хотя, как мы знаем из фильмов, Дарт Вейдер ещё сможет в некоторой степени вернуться к свету, он уже никогда не станет прежним и его старые друзья так и останутся для него не более чем соединениями нейронов в памяти теперь уже совершенно чужого ему человека, Энакина Скайуокера. Вот такая вот грустная история. Кстати, а как она вам и как вам моя подача? Пишите своё мнение в комментариях, буду рад любым комментам с вашей стороны. Ну и конечно же всегда помни о необходимости ставить лайк и делиться моими видео с дорогими тебе людьми, чтобы вместе погружаться в самые дальние и интересные уголки вселенной Звёздных Войн. Спасибо за просмотр, позвольте ли идти с тобой и увидимся во множестве других моих видео, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok